Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какая у него невероятная аура Мобай, ты мне не нужен Девушки отдыхают 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 нас и вышвырну его его любовницу их дочь на улицу а что мубай собираешься ему все рассказать как она ее выписали от нее письмо что там опять если бы я не потеряла память я бы никогда не вышла замуж за такого человека если джоан венчин обманул его он должен был поговорить со мной время установить между нами границы она хочет развода говори сколько хочет эта жадная женщина она уходит ничего не взяв что здесь что то есть наверняка сменила тактику очнувшись больнице она сказала что была слепа влюбившись такого бесчувственного человека поэтому разводится она назвала такого идеального человека как я бессердечным поздравляю ваше желание исполнилось я распечатал документы разводе осталось поставить подпись цехнулся печать развод бессердечный человек подпиши бессердечный человек бессердечный бессердечный влюбиться в тебя я была слепа 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 бессердечный бессердечный слепа 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 бессердечный не подпишу войны лайн посмотрим чем ты там занимаешься мубай холодный эгоист терпеть его не могу если бы могла то не вышла бы за него это лань который я знаю не представляешь ступи в брак ты кардинально изменилась потеряла уверенность даже отказалась от любимого дела ладно я была не права отказ от карьеры плохой идеей лайн я вырос я больше не ребенок и что ты все еще мой младший брат простите что прерываю голубки чего тебе подписал документы захотела развестись чтобы с ним замутить чем ты мубай ты хотел развод я согласилась чего тебе еще не цепляйся за лань подпиши бумаги я разговариваю со своей женой женой забавно это слышать от тебя идем еще не поздно передумать передай мне как можно скорее документы о разводе бесит как она может игнорировать такого идеального как я как вы пошли в больницу повидаться с ней это ли главное дело в том что моя жена держалась за руки с другим мужчиной к тому же весьма раздражающим бесит хоть он вам и не нравится но он не так уж и плох так яркий милый слышал именно такие и нравятся девушкам нет я не намерен оставаться с той у кого нет вкуса на мужчин документы печать развод ручку наконец-то подписал вот я и избавилась от тебя как от мусора начальник подпишите этой ручкой я подписываю контракты не хочу чтобы к ней прилепла неудача развода конечно возьмите мою и давно со мной не хочу чтобы между нами произошел разлад конечно это новые не это ли именцио это специально если не хотите разводиться вернитесь и извинитесь перед ней если подпишу документы значит стану разведенным именно не подпишу почему она подала на развод это я подаю на развод госпожа собирает вещи сказала что съезжаю вы не лайн так вот какой твой план побег из дома что ты делаешь куда это ты не твое дело я не подписал развод и и все еще твой муж имею право знать требуешь развод и притворно падаешь мои объятия за последние полгода твои трюки ничуть не изменились было нелегко да но и ты на самом деле не хочешь разводиться правда видел господину когда кто-то падает он инстинктивно хватается за ближайшего к себе человека или предмет что господину специально упал в мои объятия это не я падаю в твои объятия я просто говорю женой ну бай я тебя не понимаю это ты хотел развода а когда я согласилась ты вдруг передумал такое поведение можно назвать одним словом подлость разве это не то чего ты добивалась что мало лайн прости что заставила ждать задержалась разбираясь сумасшедшими мубай этот сумасшедший ведет себя как сумасшедший делал все чтобы я не могла уехать кстати что тебе удалось выяснить как-то и подозревала после смерти тети жуань ванчан и все и шужун захватили все имущество переданное тебе я это знала пока у меня была амнезия я подписала кучу документов и таким образом сама передала им свои мамины активы хочу спасибо братик что всегда был рядом со мной а не занимался семейным бизнесом ла не говори так ты же знаешь я не стал сдан для бизнеса мой брат справится и без меня я лучше буду тебе помогать лайн я всегда буду рядом с тобой несмотря ни на что хорошо хорошо маячу уже не ребенок приятного аппетита спасибо пожалуйста начальник желан вань джен ждет вас завтра на ужин не пойду слышала ваша жена там будет как придут веди себя как договорились они не могут развестись пап даже если они разведутся нас это не коснется про уроу ты не понимаешь если бы не амнезия вайнлайн она бы не вышла замуж а мы бы не заполучили активы ее мамы к тому же я зарабатываю благодаря му-групп мам ее собственность в наших руках так давайте ее выгоним лайн-лайн вернулась я скучала по тебе это мой дом я не могу вернуться я не это имела в виду садись садись я много всего приготовила ты правда хорошая и порядочная мачеха вайнлайн как смеешь говорить так с мамой с мамой моя мама умерла значит опять поднимаешь эту тему разве это не в прошлом чего пялишься просто хочу знать как долго ты будешь сидеть на моем месте твое место хотя я и замужем это все еще мое место не думай что ты здесь хозяйка раз меня нет я всегда была хозяйка этого дома что ты сказала пап ты слышал что она сказала говорит всегда была здесь хозяйкой разве она не обуза тети что она привела с собой в нашу семью или она твоя биологическая дочь лайн-лайн роу-роу нет имела ввиду она тоже моя дочь как и ты да 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 это просто место роу-роу пересядь давай не буду слишком много чести неродной дочери советую тебе не забывать свое место позволь преподать тебе урок роу-роу вайн-лайн роу-роу стой вайн-лайн не провоцируй меня она все еще твоя сестра немедленно извинись перед ней отец ты предвзят я твоя родная дочь что ты творишь ты же сам позвал меня ладно нам есть что обсудить я хочу вернуть все свои мамины активы и эти посторонние пускай собирают вещи и выметаются сумасшедшие есть хоть вы и отец лайн-лайн я ее муж прийти не желаю чтобы вы кричали или поднимали на нее руку сейчас она обидела сестру понимаешь семейные ссоры это обычное дело раз ты здесь проходи садись поешь аппетита нет я пришел забрать вайн-лайн идем что она пусть и прекрати тянуть меня мы уже ушли нет смысла держать я помог тебе уйти это винишь меня мне не за что благодарить моего бывшего мужа вайн-лайн это довольно интересная я не хочу разводиться не переживай ему у меня тысячи способов заставить тебя развестись скорее подпиши договор о разводе нежнее зачем вы ударили дерево эту женщину меня угрожала хочу посмотреть на какие она пойдет уловки чтобы ее согласился на развод начальник я выяснил где она живет где отель считай что остановилась в отеле шичу не не волнуйтесь ты должен следить за ней и обо всем не докладывать ревнуете ревную на кое мне ревновать шичу нет отпад ты бы видел как был зол мой отец ну я думаю что с характером твоего отца он легко тебе дом не вернет будь осторожна мне надо в исследовательский центр дзиньхуа ты про лабораторию основанную твоей мамой мой отец внимательно следит за дзиньхуа но я должна сохранить мамина наследие сестренка тебе хватит еще один тебе уже хватит последний идем 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 вернемся в номер шичу отпусти ее сестра развелась тобой почему ее забираешь документы не подписаны я все еще ее муж ты не можешь ее забрать или я вызову охрану давай она моя жена и я имею полное право ее забрать шичу глупая женщина меня тошнит почему не смывается ты что делаешь ты переодел меня на случившемся вчера ты все забыла вчера осторожно тихонечко на эту тебе одежду ничего не оставила какая вонь приоденься сперва надену эту рубашечку вылезай что ты делаешь помогите как же воняет тебя стошнило на меня а теперь строишь из себя жертву не смей манипулировать мной если что и случилось вчера то это было обычное взаимодействие жены и мужа господин мо я думал это импотент а оказалось нет кто сказал что я импотент мы в браке семь месяцев за границей ты прятался полгода боюсь ты лечил хронический недуг похоже я не удовлетворил свою жену моя жена еще не устала от меня следует это компенсировать смешно я почти поверила что ты влюблен чтобы я в тебя влюбился мечтой если это не любовь тогда это похоть господин мо весна еще не наступила у тебя уже год не испытывай судьбу так разведись со мной алло начальник новый генеральный директор шилай групп ши сюнь провел пресс-конференцию он сказал что будет сотрудничать с доктором лань понял кладу трубку я еще не закончила я занят у меня нет времени а ты действительно нечто опять убегаешь так сильно хочешь развод да найди меня завтра я с тобой разведусь господин ши ходят слухи что вы враждуете сму групп это верно возникло некоторое недопонимание шитая мы говорили пять лет никакой вражды нет я считаю что продукция шита и аналогичная продукция му не конкурирует друг с другом особенно теперь когда мы сотрудничаем с доктором лань наша продукция станет номером один глупые разговоры сейчас же подготовьте пресс-конференцию да начальник лимин цюань связался с доктором лань еще нет я связался с ее лабораторией ее руководитель сказал что она вернулась в страну не верю что ши сюнь связался с ней надо найти ее раньше шита и заключить договор сотрудничества на любых условиях да поскорее выполни мое поручение и подготовь отчеты за прошлую неделю это первостепенно забудь об отдыхе почему ты здесь разве не ты обещал развестись сегодня мы сегодня успеем в управу сходить у меня сегодня много дел в другой раз чем ты занят лимин цюань поищу его опять пытаешься сбежать ты действительно невероятно чего ты боишься не можешь встать так я помогу госпожа ты должна быть как и я думаешь о прошлой ночи твои трюки не заставят меня передумать мобай я возвращаю тебе то что ты сказал мне когда-то это уверен что джоан ван чень помог еще раз свяжись дядей хо на этот раз от имени доктора лань начальник что мы нашли доктора лань где центр дин хо идем господин ши мы нашли доктора лань уверен да хорошо мы должны победить ему групп подписать контракт с доктором дядя хо вань лань я не думал что знаменитый доктор лань доча вань цин дядя джоан ван чен всегда хотел завладеть центром если я хочу вернуть себе контроль мне понадобится твоя помощь если честно это твои семейные дела дядя ты долгие годы общался с джоан ван ченом ты лучше меня его знаешь хочешь чтобы центр был уничтожен это дело всей твоей жизни и моей мамы хорошо ты должна завершить исследование незавершенное твоей матерью продолжи ее проект по генетике а я буду рядом с тобой эй слышали все они в больнице необходимо восстановиться а новый руководитель только с самолета говорят она великолепна а ты не преувеличиваешь разве она может быть красивее роу-роу не издевайтесь минутку внимания хочу представить вам нового руководителя исследовательской группы вэнь лань почему ты здесь тебе здесь не место ты не слышала заместителя вана я руководитель группы ты ты после колледжа уехала за границу ничего не смыслишь в медицине и руководитель знакомый не изучала медицину точно позвольте представить дочь основательницы исследовательского центра дзиньхуа вэнь цинь ты же не используешь маму чтобы сюда попасть заместитель ван у нас экспериментальный этап как вы могли допустить кумовство а начальник хо так решил пускай это и решение начальника хо мы не можем ее принять как нами может руководить человек без образования все было напрасно господин мова у вас хорошие источники господин ши у вас тоже неплохие войдите войдите отсюда уходите начальник хо блин похоже господин мова уходит с пустыми руками и тебе того же мне все равно у нас новое лекарство выходит на рынок сотрудничество с доктором лайн вишенка на торте в отличие от тебя ты же все вложил в этот проект так ведь я и мне все равно я инвестирую потому что есть лишние деньги забава ради мы разные говоришь что тебе все равно но провел пресс-конференцию и помчался увезти моего человека господин му наши компании практически одновременно занялись этим проектом и почему я увожу твоего человека ты умеешь красиво говорить ты такой же как твой страшненький брат Джоан Роу спорит с начальницей идем посмотрим давай кумовство это разве не про тебя Джоан Роу через экзамены или через рекомендации я руководитель я тоже думаю что вы здесь не заслуженно но людям нормально сомневаться а раз начальник хо так решил я не стану подвергать ваши способности сомнению с этого момента ваш руководитель Вэнь надеюсь все проблемы будут урегулированы а теперь аплодисменты с этим экспериментом здесь застряли говорите так будто понимаете в химической формуле отсутствует важнейший агент синтеза поэтому эксперимент не удавался добавьте один миллилитр триамина надо было добавить триамин вот в чем проблема это же твоя жена откуда она все знает а мне откуда знать ты что не ее муж какая злодейка почему такая невнимательная не может быть почему произошла такая реакция забавно ты не умеешь даже со спиртовкой управляться интересно почему же она взорвалась Джон Роу твоих рук дело не обвиняй невиновную все здесь были явно же это была твоя ошибка руководитель Вэнь это элементарнейшая ошибка я видел как она плеснула что-то в спиртовку не было такого не отрицай здесь кругом камера спасая тебя испортил причастку а я просила спасать я тут причем кто с тобой всегда против меня доктор лань здравствуйте я генеральный директор шитая групп ши сюнь а ты удивительная назвала ее доктор лань лагунья скрывала это от меня ладно ладно учитывая ее неприязнь к вам наш проект явно обречен можешь замолчать моя компания отправила вам приглашение к сотрудничеству но вы так и не ответили больше чем сотрудничество мне интересно откуда господин ши узнал что я доктор лань о чем этот старый лис с ней воркует догадался вы быстро нашли проблему в эксперименте и так же молниеносно провели реакцию уверен что только доктор лань на это способна Минсюань как считаешь кто красивее я или этот старый лис конечно вы 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 начальник да тогда идем начальник погода сегодня чудесная отличное время для тренировок да не обращайте внимание сумасшедший начальника не уходят старый лис господин ши поговорили с моей женой я заберу ее домой можешь исчезнуть прошу подумайте о сотрудничестве шитай уверен что наше предложение вас заинтересует я подумаю стоп 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 чем ты ее заинтересуешь никаких комментариев господин му твоя жена знаменитый доктор лань но ты об этом не знал ты просто нечто успешный муж не лезь почему не сказала что ты доктор лань кто я тебе что это должно тебя касаться и с кем я работаю тебя не касается доктор лань жду вашего звонка хорошо до свидания все что он может дать тебе я тоже могу подпиши документы о разводе и дай их мне правда хочешь развода разве не ты этого хотел брат му это правда ты отец приехал к доктору хо а я с ним и вот столкнулась с тобой брат му я здесь впервые покажешь мне окрестности я занят господин му только и делает что говорит о своей занятости сестра ты не так поняла брат му и правда занят не называй меня сестрой если не ошибаюсь я младше тебя на два месяца господин му у меня дела я оставлю вас вэнь лань вэнь лань брат му что вэнь лань доктор лань да очень неожиданно тут еще в делу влезли му баиши цюнь я не контролирую ситуацию следи за вэнь лань сообщай мне о каждом ее шаге понял да она доктор лань лживая девчонка она врала нам похоже вэнь лань уезжала за границу чтобы выучиться там и продолжить дело матери и что нам делать не волнуйся все под контролем мы не пострадаем господин опубликовали что вэнь лань это доктор лань нам вмешаться стой не надо даже напротив мы должны раздуть пламя пустите слух что му групп сотрудничала с доктором лань зачем таким образом мы забьем клин в отношении доктора лань и мубая кто там а чё сестра мубая ужасен взгляни пиарится за твой счет негодяй я разберусь с ним сестра вот это совпадение и ты здесь я приготовила это специально для брата му если бы знала что ты придешь то сделала бы побольше не трать мое время стой не пойми неправильно брат му в детстве очень любил приготовленный мной пирог с красной фасолью а сегодня я лично решила его порадовать хорошо прекрати этот цирк раздражаешь стой вань лань брат му тебя не любит не смей цепляться за него спустись с небес на землю и скорее разведись с ним верни мне моего му забавно кто еще за кого цепляется брат му то сколько тебе лет ведешь себя как ребенок чего тебе сестра возьми попробуешь с дороги так и то это а так в так поняла мои намерения не вини ее уверена она не хотела этого нет я этого хотела я специально тебя толкнула ты в порядке в порядке если в порядке то иди ко мне поговорим в кабинете отличный ход му отсрочка развода благодаря раздуванию пиар-скандала с моим именем умно думаешь это я сделал с того момента как ты узнал кто я до нынешнего момента когда об этом знает весь мир прошло 12 часов кто еще по-твоему мог это сделать я бы никогда не использовал такие методы не сомневайся найду виновного не сомневайся я так и быть дам тебе время что касается развода с ним я не хочу затягивать так торопишься конечно я ненавижу тебя не хочу иметь с тобой ничего общего акции компании бьются рекорды продолжайте акционеры ждут три дня разведемся через три дня ты опубликовал новости о докторе лэнь это я дядя лин в каких пор ты вмешиваешься мои личные дела доктор лайн очень важная для му групп разве это твое личное дело цены на акции му групп взлетели до небес но вместо благодарности ты обвиняешь меня я хочу спросить тебя почему ты проигнорировал интересы компании и не рассказал нам что твоя жена в онлайн доктор лайн если бы я не я не рассказала ты бы продолжил это скрывать ладно ладно старик лин не вини нашего племянника раз доктор лайн часть нашей семьи то о чем тут беспокоиться верно мубай я знаю что делаю но больше никаких новостей о моих отношениях с вань лайн я не буду вежливым небось это вань лайн сама опубликовала должно быть сейчас гордиться собой медицинский гений чтоб ее она всем об этом сообщила если это растиражирует нам не сохранить поместье ее матери а мне плевать найди способ мы не можем отдать ей дом нет мы должны его и подарить зачем позвал негодник забыл о своем брате горячий шоколад твой любимый я вырос больше не пью сладкое зачем позвал слышал ты был помощником доктора лайн более двух лет знал что из-за нее меня искал ты часть шатай ты очень хорошо знаешь доктор лайн меня твои проблемы не интересуют и еще сестра лан не начальник она мой друг поэтому я не предам ее и не стану тебе помогать если это все то я пойду я просто хотел тебе сказать что если улайн не будет с нами сотрудничать то ей придется сотрудничать с мубаем пока алло лайн лайн не залезь прошлый раз виновата была джоан роу я вспылил раз ты хочешь дом мы его отдадим приходи за ключами вечером это тебе инцидент с новостями это случайная утечка произошедшая по вине моего сотрудника я правда не знал как не пойдет в инлайн это новость моя оплошность прости эти цветы я я ненавижу красные розы госпожа почему она одна вот возьми знаю ты меня простишь выбрал их специально для тебя нравится бери начальник что вы делаете госпожа ушла ушла куда прямо только что рау-роу скоро твой выход идет идет пап я не хочу уезжать в н чен можешь поговорить еще раз в не лань лучше съедем изначально это дом принадлежал в инлайн будет правильно вернуть его и дом в ядзю и меньше но нам будет достаточно хорошо в инлайн этого хочет так и сделаем она разводится с мубаем и ей надо где-то остановиться трогательно как трогательно услышала этот спектакль и чуть не всплакнула тетя со своей игрой вы заслуживаете главную роль в императрице в инлайн не смей так говорить о маме ты эксплуатируешь ее долгие годы хватит нести всякую чушь эксплуатирую напротив это она тут была главной лайн-лайн почему ты так изменилась раньше ты была послушной конечно тебе лучше когда я послушная я была послушная пока у меня была амнезия делала все что ты говорила чтобы в конце концов остаться ни с чем разве я не была добра к тебе все эти годы вайн-лайн ты перебарщиваешь извинись перед мамой неблагодарная роу-роу тебя еще настигнет карма вы семья джуан едите мою еду живете в моем доме любая карма для меня будет благословением мы решили переехать почему ты нападаешь на нас говорят если у тебя мачеха значит отец стал отчимом а ты сейчас намекаешь что я издеваюсь над вами лайн-лайн не говори так будет моя мама жива она бы не хотела тебя видеть такой моя мама какое право ты имеешь упоминать о ней после всего что ты сделал ей джуан венчен тебе все дала моя мама как смеешь только попробуйте губай почему ты здесь разве вы не развелись что такого совершила лайн-лайн что вы хотели ее ударить и желаете нашего развода это это недоразумение мубай обычная ссора отца и дочери джуан просто вышел из себя даже если ты ее отец она моя жена жена президента му групп не смейте ей угрожать она устроила скандал молчи я видел как вы втроем напали на нее мубая не говорит так ты же создаешь проблему из ничего создаю проблему мне тут довелось слышать что ты используешь ему груб для частного ладно ладно ни слова мы сейчас же уедем давай собираетесь мы уходим уходим прямо сейчас уезжаем собираем вещи а зачем ты поехал за мной я не нашел тебя в компании поэтому приехал впредь прошу тебя больше не приходить сюда не хочу испортить твою репутацию что прости господин ну не приходи сюда чтобы не испортить репутацию не то последнее стой что еще у меня сюрприз лимин циань это же не розы что я ненавижу красные розы ты же делаешь все это чтобы избежать развода и за счет меня разрешить пиар кризис му групп я помог и это твоя благодарность теперь не ты а я не хочу быть с тобой не думай что твоя хорошая игра заставит меня скакать вокруг тебя как раньше начальник вы достаточно выпили нет лимин циань ответь я президент му групп безумно красивый и талантливый почему она меня не ценит дело не только в этом она такая холодная и бессердечная холодный бессердечная то она про вас говорила вот скажи я разве такой начальник я давно хотел вам сказать валяй вы ошибаетесь считая что она дает ваши деньги семье джуан она не такая я говорите что красивые талантливые так она такая же поэтому понял она вышла за меня из-за безумной любви затуманившей ей голову и о том что семья джуан использовала ее подумайте о такой возможности сорок минут что ты опоздал на сорок минут у меня была важная встреча у тебя пять минут что я выделила на свидание сорок пять минут нам осталось пять минут на знакомство госпожа Вэнь знаю я опоздал и это неправильно но все то время что я здесь нахожусь вы сидите в своем айпаде может взгляните на меня осталось четыре минуты госпожа Вэнь я впервые встретил такого интересного человека как ты такая как сейчас она больше похожа на ту с которой я познакомился в дарамах когда поведение главной героини кардинально меняется либо что-то случилось либо она чем-то сильно шокированная обычно одной из двух это же не может быть амнезия надо проверить я выделила на свидание сорок пять минут нам осталось пять минут на знакомство да шичу сестра что-то не так что сестра что это взгляни что это как она могла тебя еще настигнет карма это уже слишком это же не фейк не похоже это точно директор лань а это бедная Роу Роу привет Роу 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 это настоящее видео я не знаю как так вышло сказав всем что она доктор лань вышвырнула нас из дома не бойся Роу Роу мы поможем добиться справедливости Джоан Роу подойди не смей ее запугивать Вэнь Лань мы уже отдали тебе дом чего же ты еще хочешь решили грязно играть доктор а вы не перегибаете именно пусть вы и доктор запугивать других некрасиво Роу Роу не бойся Вэнь Лань папа по прежнему твой биологический отец как ты можешь с ним так обращаться это потому что твоя мама рано умерла и не воспитала тебя ударила ее Вэнь Лань ты опять меня ударила пытаясь разбудить тебя не искажай факты Вэнь Лань не смей так говорить о маме тебя еще настигнет карма доктор Хо Вэнь Лань не может здесь оставаться она талантливая но у нее плохой характер доктор Хо все уважают вас прошу заступитесь за меня это отредактированный порочащий меня видеоролик и за это придется кому-то ответить руководство изучило это дело и учитывая все обстоятельства мы приостановим сотрудничество с доктором Лань и проведем тщательное расследование тогда и решим вопрос с увольнением доктор Хо я не согласна Вэнь Лань мы уже отдали тебе дом чего ты еще от нас хочешь все слишком взволнованы дождемся итогов расследования хорошо вам нужны объяснения так да у меня есть запись сперва послушайте а потом делайте выводы мне все равно как ты это сделаешь но дом я ей не отдам мы притворимся что отдаем дом я позову ее вы должны вести себя жалко ты Роу Роу должна разозлить ее и заставить поднять на тебя руку запишем все на видео и используем его против нее вы все слышали я переезжаю в свой дом мой отец сестра и мачеха решили оклеветать меня чтобы украсть мою собственность как ты могла так поступить со мной не верьте ей это видео фальшивое правда у меня полная запись если необходимо могу поделиться ей чтобы вы сравнили голоса ты подложила к нам в дом диктофон это незаконно что я положила в своем доме мое дело даже если это фейерверк тебя это не касается ты начальник я выяснил почему госпожа такая странная почему дай взглянуть это и правда амнезия я проверил все городские больницы это ее добрачная выписка из больницы она вернулась страной и потеряла память Вэнь Лэнь значит ты вышла за меня из амнезии поэтому сейчас хочешь развода сестра надо поесть эй сестра когда оставила диктофон в своем доме сразу же как меня выписали из больницы оставила его на всякий случай не ожидала что из этого что-то выйдет лайн лайн пришла Джоан Вэнь Чэнь на этот раз потерпел неудачу но я уверен он не остановится будь осторожна я оставила диктофон чтобы собрать доказательства не ожидала что ситуация так повернется в любом случае контратака сестры была просто великолепна меня не так то просто победить кстати надо еще кое что сделать что вайн лайн проверила на наркотики начиная клиническое испытание да да ладно ладно просто так если вэнь сюань очнется нам конец надо взять под контроль дзин хуа прежде чем дзин хуа очнется хо ты хотел меня видеть войди присядь новость о клиническом испытании препарата от генетического заболевания ты опубликовала да срок для клинических испытаний для проекта еще не определен не слишком ли ты преждевременно делаешь это объявление семья джуань вен чена хочет захватить дзин хуа если будем ждать потеряем контроль твои семейные проблемы серьезно отразились на работе дзин хуа дзин хуа это дело всей жизни моей мамы из-за моей амнезии джуан вен чен получил столько власти ради мамы я хочу вернуть контроль над дзин хуа что тут неправильного все что ты сейчас делаешь идет против принципов исследователя сможет ли дзин хуа и дальше процветать к тому же мне доложили что у джуан вен чене более 40 процентов акций в любой момент он может собрать акционеров три дома на востоке пять машин отходит ей слишком много я исправлю один дом одна машина хотя она сказала что уйдет ни с чем она подпишет развод даже если вы ничего не оставите господин ши вы быстрый не заставили себя ждать доктор лань перейдем к делу я надеюсь что вы будете сотрудничать с шитай условия все те же плюс еще одно я помогу убрать джуан вен ченя из дзин хуа это моя акция дзин хуа вместе с акциями твоей мамы ты сможешь победить его пока мы сотрудничаем они твои и ты вообще понимаешь как тяжела жизнь разведенной женщины говорит что уйдет ни с чем это нормально как ты можешь этого допустить два дома и пять машин что если об этом прознают вот это все останется ей господин мо вы уверены что хотите передать все имущество госпожа вайнлайн конечно госпожа вайнлайн вы согласны развестись я так тронута я не разведусь вау начальник ваша щедрость огромнее океана чтоб ты знал если да мало она откажется разводиться ага ладно хорошо понял спасибо спасибо за предложение но боюсь я не могу согласиться почему ты здесь господин ши а вы щедрые идем что ты себе позволяешь тебе нечем заняться надо поговорить хорошо говори я послушаю что такого срочного ты хочешь сказать у меня нет времени ты же хочешь развестись я подумал разведемся прямо сейчас сейчас да есть проблемы я принес все документы у меня есть дела что решила не разводиться мубай не смеши меня я хотела развода но ты всегда был занят теперь ты решился но у меня есть дела именно сейчас же разведемся сейчас сразу идем ладно сейчас да эй ты это специально настаиваешь на разводе чтобы заставить меня отказаться сотрудничать с шитай не выдумывай просто хочу развестись почему это так сложно все подписали но свидетельство никак не получим надо подождать месяц не смей пойти на попятную через месяц а ты не захочешь разводиться бросаешь меня из-за этой женщины подонок с дороги извините разбежался извините извините простите 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 он не специально простите его извините скорее не жаль я прошу прощения простите мы только развелись он в плохом настроении простите его ничего ничего а вы сегодня поженились да такая чудесная пара нет мы только что желаю вам счастья и любви спасибо нет почему соврал ей пусть у нее останется надежда где брат разводится разводится хорошо спасибо спасибо папа ты знал что брат мо и венлайн развелись что? венлайн доктор лань? как она могла сейчас развестись? пап я же твоя дочь и знаешь что мне нравится брат мо почему думаешь только о бизнесе моя девочка папе всегда надо думать широко мне все равно они сейчас разведены нас ничего не должно связывать с цзинхуа ладно тебе папа услышал пап ты такой хороший люблю тебя желаю вам счастья и любви начальник? чего? счастливы разводу? юридически мы еще не разведены есть еще месяц на примирение теперь понятно почему вы такой а госпожа была счастлива когда увидела что вы ей все отдали даже не взглянула просто поставила подпись че ржешь что ты хотел? лень хочет отказаться от цзинхуа что? доктор Хо вы правы я проиграла увлекшись исследованиями но поверьте неважно кто отвечает за цзинхуа я продолжу исследование моя задача довести до конца клинические испытания и спасти моего дядю не только ради маминого труда но и для пациентов нуждающихся в лечении хорошо я верю тебе у нас беда мы а группа остановили фиксирование исследовательского проекта что? абсурд кто это предложил? это точно дело рук Мубая хотя документы о разводе подписаны юридически мы по-прежнему супруги он жесток и коварен подписали документы и ударил в спину исследование доктора Лань перевернут индустрию я знаю она сможет он не верит что исследование будет успешно сомневается в моих способностях если собираетесь вмешиваться в мои планы я могу с легкостью уйти в отставку брат Му куда ты? я с тобой я заходи господин Му садитесь здравствуйте здравствуйте говори доктор Хо здравствуйте я здесь извиниться перед Цзинхуа от лица Му Си отказ финансировать это наша ошибка надеюсь в будущем это не повлияет на наше сотрудничество не стоит мы уже решили сотрудничать с Шитайгрупп что ты сказала? господин Му ты стареешь? со слухом проблемы? Вэнь Лань будь помягче с братом Му мы пришли искренне извиниться за случившееся с такой компанией как Му Групп не уверены в своих инвестициях я не вижу никакой искренности касательно сотрудничества считаю Цзинхуа имеет право работать с более искренним партнером мы с братом пришли извиниться что может быть еще искреннее? ты не можешь только из-за того что ты близка с Шичу брати чего ты хочешь? я виноват и прошу у тебя прощения хочешь работать с Шитай? Вэнь Лань я надеюсь несмотря ни на что ты сможешь отложить в сторону личные отношения с Шичу и подумать о нашем сотрудничестве первое нравится играть? станьте актерами это лаборатория а не сцена второе мои отношения с Шичу ясны и понятны в отличие от того что между мной и бывшим мужем наконец выбор партнера Цзинхуа зависит от искренности а не отношений вы знаете что произошло если не уговорим Цзинхуа сотрудничать с нами годы упорной работы будут напрасны можем увеличить процент сотрудничества с Цзинхуа им не нужны деньги может предложить им современное оборудование? у них имеется самое современное оборудование в мире это все? и вы называете себя аналитическим отделом? начальник у меня есть идея говори если хотим сотрудничать Цзинхуа надо завоевать доверие одного человека кого? женщины доктора Лань да 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 что за да 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 она меня ненавидит начальник вы не понимаете женщины говорят одно а подразумевает другое чем больше она вас ненавидит тем сильнее ее чувства к вам точно разве может наш идеальный начальник не нравится женщинам? это невозможно правда просто надо быть чуть-чуть поинициативнее и доктор Лань попадет в ваши так сказать сети конкретнее подарите ей кольцо с бриллиантом размером с голубиной яйца кольцо с огромным бриллиантом дайте ей безлимитные черные кредитки ведите себя максимально глупо вести себя глупо? если доктор Лань холодна и враждебна плачьте плакать? и плачьте на взрыд выплакать все глаза если ударит падайте на колени и молите о пощаде а если скажет уйти не смейте уходить меняйте тему если не получится то есть последняя уловка и что это? стоять на коленях подождем для исследования генетических заболеваний Цзинхуа сейчас заняты клиническими испытаниями касательно сотрудничества с Шитай сейчас мы обсуждаем этот вопрос поскольку Цзинхуа больше не сотрудничает с Мо Групп слухи о вашем разводе правдивы? этот вопрос лучше задать господину Мо без комментариев раз доктор Лань не отвечает я отвечу за нее хочу уточнить мы не закончили сотрудничество с Цзинхуа напротив мы увеличиваем пакет инвестиций и еще у нас с супругой были мелкие разногласия и я здесь чтобы извиниться зачем приперся? если доктор Лань холодна и враждебна плачьте ммм ммм подарите ей кольцо с бриллиантом размером с глубиной яйца какой огромный быстрее фотографируй что на тебя нашло? я был неправ и пришел извиниться если кольца мало есть это офигеть исчезни прямо сейчас Вэнь Лань помедленнее и не тяни за руку мне больно не притворяйся если позвонишь или придешь буду считать что ты одержим как же больно Мубай я больше тебя не ненавижу давай забудем о прошлом я тебя прощаю правда? правда не злишься? не злюсь я думаю что ты хороший хороший? сотрудничество смо-групп мы пересмотрим но будет одно условие говори то что сейчас случилось больше не произойдет окей? окей водовоз еще вам нужен? не понимаю не нужен не нужен не нужен? если не нужен тогда заплати а ну стой начальник и как прошла ваша битва? эффективно так пускай аналитический отдел разработает новый план какой план? стратегия защиты доктора лань? да брат ты серьезно или издеваешься над нами? прошу сделайте это для меня и вам гарантировано повышение? прошлый раз нам просто повезло нет в смысле повезло ребята не паникуем смотрим драмы читаем книги смотрим короткие ролики интернет романы про тиранов наверняка там что-нибудь найдется эй Если свинка Субтитры делал DimaTorzok Что это? Самые яркие у моего групп все ночь не спали и скомпилировали для вас подробное руководство по стратегии защиты доктора Лань. Так быстро все придумали? Я думаю, ты понимаешь, что для нас обоих значат, если Вань Ци Вань очнется. Если Вань Лань выяснит, что произошло, ты не сможешь работать в Дзин Хуа. Говоря на чистоту, сейчас я владею 40% акций Дзин Хуа. Если все будет хорошо, я буду крупнейшим акционером и созову заседание правления. Тогда я поддержу тебя. И еще. Выясни, где Вань Лань прячет Вань Ци Вань. Сделаешь это, и тебя больше не будут звать заместителем директора. А как будут звать? Директор. Ребята, у меня хорошие новости. Показания пятого образца вернулись в норму. Эксперимент удался. Правда? Да. Круто. Наконец-то получилось. Вы проделали большую работу. Уйдем сегодня пораньше. Да. Продолжайте следить за динамикой результатов. И держите все в секрете. Да, руководитель. Да, руководитель. Идем, идем. Заместитель директора Ван и Джуан Вань Чен спрашивал о твоем дяде. Думаешь, они переживают, что успех исследования поможет моему дяде? Если они не смогут его найти, что сделают? Они захотят саботировать эксперимент? Если это так, то тогда нам стоит подстроить ловушку и поймать их. Так быстро это придумал? Сработает? Начальник, конечно, сработает. Мы изучили сотню романов о властных боссах и составили сборник. Правило один. Завоевание подарками. В мире нет никого, кого бы нельзя было подкупить подарками. Иначе подарок просто был недостаточно дорогим. Начальник, вы задумывались, почему госпожа не взяла кольцо, что вы ей подарили? Может быть, дело в том, что оно было недостаточно дорогим? Недостаточно дорогое? Да. Сестра, сестра! Ноги онемели. Думаешь, он придёт? Кто там? Ты? Чем больше, тем лучше. Почему ты здесь? Пришёл повидаться. А что ты тут делаешь с этим уродцем посреди ночи? Это я спрашиваю, что ты делаешь тут посреди ночи. Я просто хотел. Не двигайся. Иначе поймают. Братно! Линь-Янь, что ты здесь делаешь? Начальник! Простите, простите. Брат Му! Вань-Лань! Вам нечем заняться? Поэтому таскаетесь сюда. Прости, сестрёнка. Слышала у брата Му новый план сотрудничества. И он пошёл обсудить его с тобой. Вот я и подумала, что могла бы помочь. Эй, Вань-Лань! Я не просил её приходить? Мне всё равно, просил ты её приходить или нет. Я знаю только, что ты уже второй раз разрушил мой план. Сестра, Вань-Лань, это моя вина. Не сердись и прошу, не вини брата Му. Вы двое исчезните. Я занята. Не тратьте моё время. Вань-Лань, я по важному делу. Лань сказала, что занята. Не слышал? Шичу. Пойдём. Вань-Лань? Брат Му, может, сходим вместе в клуб? Не хочу, я занят. Ты не занят? Я? Я занят. Брат Му! Да. Просто уйдёшь? Да. Ты испортил мой план. Зачем мне оставаться? Мне есть что сказать. Говори. Не хочешь узнать, чем я занят? И чем же? Думаю о тебе. Ли Мин Сюань прав. Надо что-то сделать для неё. Запишу для неё речь. Чтобы она потом поблагодарила. Джоан Роу, это ты? Мобай, что ты здесь делаешь? Что там у тебя? Покажи. Убери. Я здесь вообще-то работаю. И нормально, что я вернулась кое-что забрать. А ты? Что ты здесь делаешь? У меня дело. Жду тебя. Отдай. Джоан Роу, надеюсь, ты будешь сотрудничать и всё объяснишь. Доктор Хо, я вернулась в лабораторию забрать пробирку. У вас нет доказательств. Вы не можете удерживать меня. Правда? Ты украла важную информацию, и у нас есть свидетели доказательства. За кражу коммерческой тайны грозит тюрьма, ведь так? Это ложное обвинение. Я не виновата. Госпожа Джоан, советую изучить закон. Позволь поведать. Всё серьёзно сложившиеся ситуации. Три года назад у меня был коллега, который тоже хотел выкрасть важный секрет компании. Жаль. В конце концов... Он провёл несколько лет в тюрьме. Помню, ты рассказывал мне об этом. И он вроде был такого же возраста, что и Джоан Роу. Почему такая молодая и красивая девушка нарушает закон, вместо того, чтобы соблюдать его? Именно. Позор. Три года тюрьмы. Не запугивайте. Я ничего не крала. Ле Мин Цюань. Не то. Согласно статьям 217 и 264 Уголовного кодекса, твоё поведение попадает под преступление о нарушении коммерческой тайны. Тебе грозит до десяти лет. Джоан Роу, если скажешь нам, кто поручил тебе выкрасть информацию, мы могли бы отпустить тебя. Ведь, как-никак, ты моя сестра. Джоан Роу, не упрямся. Говори. Не тяни. Не скажешь, кто приказал, и я не смогу тебе помочь. Я не смогу. Это отец. Ну, Бэй, спасибо, что помог. Не льсти себе. Я хотел помочь Вань Лань, а не тебе. Скажи, что ты хочешь, чтобы оставить мою Лань в покое. Я сделаю встречное предложение. Я даю тебе пять миллионов, даже десять. Назови цену. Мне не нужны деньги. А тебе кто дал право просить оставить её в покое? Разве ты не желал развестись с ней? Почему теперь вцепился в неё? Обстоятельства поменялись. Я не так её понял. Что смешного? Разве ты не смешан? Используешь её? Я бы даже и не подумал об этом. Я никому не позволю её использовать. Ты это серьёзно? Ты и твоя компания использовали Лань. Что? Не заметил? Как к ней вернулась память, она стала другим человеком. Она помнит всё, что ты ей сделал. С чего взял, что она простит? Я желал ей счастья, поэтому отпустил её. Но сейчас я шичу, не отпущу её. Послушай. Между нами было недопонимание. Но сейчас я не отпущу её. И ты меня послушай. На сей раз я не отступлю. Лань, Лань, сестра, ну как? Её уволили. Остальное зависит от университета. И всё? Моя цель Джоан Вэнь Чен. Ладно, идём. Прекратите. Я отвезу тебя. Что ты делаешь? Мы поедем на моей машине. Нет, на моей. Сестра, садись в мою машину. Она со мной. Я на автобусе. Я отвезу её домой. Я её муж, и я отвезу. Мус, следи за языком. Ты бывший муж. Сестра. Стой. Проездной. Проездной. Проездной, приложи. Не задерживай. Шофёр. Я платила за него. Он больной на голову. А такой красавчик. Жесть. Присаживайтесь. Спасибо. Сестра, присаживайся. Ну, пусть помощник тебя заберёт. Не вмешивайся. Сестра, что поедим? Что-нибудь. Я принесу. Хорошо. Я тоже. Вен Лань. Сестра, купил твой любимый омлет. А я купил кекс и сок. Сестра, что будешь? С красной фасалью? Можно мне один? Нам один, пожалуйста. Всех по одному. Он спятил. Точно спятил. Можно побыстрее? Спасибо. Простите. Можете сфотографировать нас? Конечно, конечно. Спасибо. Три, два, один. Готово. Спасибо, госпожа. Вы отличная пара. Я вас сфотографирую. Конечно, сестра, давай. Ладно, ладно. Приготовьтесь. Три, два, один. Ух ты. Начальник. Это прогресс. Совместное фото. Не только. Она даже поблагодарила меня. Уверен. Она была тронута. Ли Мин Цюань. Воспечатай мне это фото. Хочу поставить на стол. Хорошо. Начальник. Раз вы так успешны, почему бы не воспользоваться ситуацией? Используйте преимущество. Используйте преимущество. Правило номер десять стратегии защиты доктора Лань. Своевременная помощь. Госпожа в одиночку сражается с семьей Джуан. Если вы сейчас ей поможете... Разве она не будет благодарна? Благодарна. Я пойду. Менеджер Чен, выставите на продажу всю мою недвижимость. Продайте все как можно скорее. Шижон, не волнуйся. До следующего собрания акционеров. Мы будем владеть пятьюдесятю процентами акций Цзиньхуа. И мы сможем выгнать Вэнь Лань. Чего смеешься? У меня хорошие новости. Джуан Вэнь Чен продает всю свою недвижимость для покупки акций Цзиньхуа. Как только узнаем, что он продал, отследим документы, которые я подписала в период амнезии. Здравствуйте. Простите, опоздала. Присядьте. Хорошо. Менеджер Чен, мы заинтересованы в недвижимости Джуан Вэнь Чена. Если возможно, мы хотим все купить. За час до того, как вы связались со мной, вся недвижимость уже была продана. Что? Кто покупатель? Начальник. Готово? Класс. Дай-ка. Неплохо. Двойной бонус в этом месяце. Спасибо, начальник. Госпожа будет рано-то. Да. Как дела? Алло? Алло. Мубай! Госпожа, ты купил всю недвижимость Джуан Вэнь Чена? Да. А что, и ты хотела? Как жаль. Ты опоздала. Я недооценила твою способность вредить другим. Ты опять разрушил мой план. О чем ты? Джуан Вэнь Чен скупает на вырученные деньги акции Цзин Куа. Я хотела вернуть свою собственность. Но ты не только не остановил его, но и помог ему прилично заработать. Так, возьми. Вань Лань. Вань Лань. Вань Лань. Вань Лань. Прости, я не знал, что ты задумала. Вань Лань. Я знаю, ты дома. Прошу, открой. Вань Лань. Вань Лань. Прости. Это конец. Больше не беспокой меня. Вань Лань. Вань Лань. Вань Лань. Открой. Ты хочешь развестись? Мубай, чего ты добиваешься? Я хочу помочь тебе. Ты решил, что все именно так, как ты думаешь? Считаешь, что понимаешь меня? Знаешь, чего я хочу? Ты одержимый эгоистичный выскочка. И все, по-твоему, должно быть. Куда ты? Разводиться. Можешь спокойно меня выслушать? Я купил имущество Джоан Вань Чэнь, чтобы помочь. Если беспокоишься, что он скупает сейчас акции, я перекуплю их. Своим поступком ты вызвал еще большее желание развестись. Я потеряла память, поэтому вышла за тебя. Отказалась от карьеры ради тебя. А теперь говоришь, что хочешь помочь? И думаешь, я тебя поблагодарю за это? Я Вань Лань. У меня есть гордость, есть карьера. Ты понимаешь меня? Знаешь, чего я хочу? Ты даже не знаешь, что такое уважение. Прости. Произошло недоразумение. Но все это время я пытался исправить ситуацию. Что тут исправлять? Есть только отношения между Му Групп и доктором Лань. Не со мной. Ты правда так считаешь? Да. Хорошо. Давай разведемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начальник. Беда. Я сейчас не в духе. Я не о вас сейчас. С госпожой случилась беда. Я такой плохой. Начальник. Джоан Вэн Чэнь собирает акционеров. Он собирается возглавить Дзин Хуа. Сестра, пойдем отпразднуем твою свободу. Хорошо. Кстати, сестра, я хочу тебе рассказать кое-что важное. Алло, директор Ху. Приезжай скорее в отель Дзин Нань. Джоан Вэн Чэнь стал основным акционером и собирается лишить тебя полномочий. Что? Я пытаюсь остановить голосование. Поторопись. Хорошо. Что происходит? Джоан Вэн Чэнь сделал ход. Скорее, едем в отель Дзин Нань. Не расскажете, госпоже? Она меня заблокировала. Но вы опять своевольничаете. Джоан Вэн Чэнь тайно скупила акция Дзин Хуа. Совет директоров обязательно его поддержит. Вэнь Лань в большой беде. Идем. Привет. Доктор Хуа здесь? Простите. Директор и часть директоров не вышли на работу. Спасибо. Идем. Отель Джин Шэнь. Опять создаешь проблемы? Сам ищи. Таковы мои планы на дальнейшее развитие Дзин Хуа. Спасибо всем за внимание. Сегодня мы собрались выбрать исполнительного директора. Голосование будет анонимным. Минутку. Уважаемые. Прежде чем выберете Джоан Вэн Чэнь а исполнительным директором, я поделюсь с вами важной информацией. Джоан Вэн Чэнь, кем вам приходится Джоан Роу? Долго ты собирался обманывать меня и мою маму? Все здесь присутствующие начинали работать с моей мамой. Совместно вам удалось создать Дзин Хуа. Я хочу вас спросить. Как может такой аморальный человек, как Джоан Вэн Чэнь, стать исполнительным директором Дзин Хуа? Сюда нельзя без предварительной записи. Шэчу, ты обманул меня. И что? Моя биологическая дочь не хочет, чтобы ее родной отец взял под свое руководство Дзин Хуа. Джоан Роу тоже моя биологическая дочь. Так. Ну, она дочь моей бывшей жены. Вы, может, не знаете, но перед женитьбой на Вэн Цзин у меня был неудачный брак. И моя бывшая жена Сюэ Шужун родила дочь. После смерти Вэн Цзин я чувствовал свою вину, поэтому вновь женился на первой жене. Это дело довольно ерундовое. Здесь все доказательства. Продолжишь отрицать? Как акционер, я предлагаю полностью отстранить доктора Лань от работы в Дзин Хуа. Неудачный брак Вэн Лань создал проблемы между Му Группой Дзин Хуа. Сотрудничество разорвано. Давайте проголосуем за это поднятием рук. Согласен. И я. Согласен. Джоан Ван Чейн, ты манипулируешь голосами. Я против. Против. Я против. Согласен. Я против. Я против. Почему ты здесь? Господин Му, у нас заседание акционеров. Вы всего лишь инвестор, поэтому ваш визит не уместен. Поэтому это... Я категорически против. Тебя никто сюда не звал. Не понимаю, что ведешь себя грубо. Директор Джоан, как один из акционеров, разве я не имею права голоса? Акционер? В смысле? Мой начальник приобрел акцию Дзин Хуа. Он акционер и имеет право. Голоса. Не только ты можешь купить акции. Только акционеры с более чем тремя процентами имеют право голоса в совете. Извините. У нас чуть больше трех процентов. На чем вы остановились? Обсуждали увольнение, Лань. Подсчитаем голоса. Четыре против четырех. Так, а сейчас пять против четырех. Я против увольнения, Вен Лань. Момай, если ты поддержишь меня, я тут же готов подписать с тобой контракт. Могруб заинтересована только в докторе Лань. Без нее? Что вы мне можете дать? А вы разве не развелись? Да. Но сейчас я ее преследую. Так что ее дела – это мои дела. Действуй. Ладно. Джоан Вэнь Чен, у меня к тебе есть еще вопросы. Первый. Почему во время моей амнезии ты обманом заставил меня переписать мое имущество? Второй. Почему ты использовал мой брак для своих махинаций? Третий. Зачем заставил Джоан Роу обокрасть лабораторию? Что ты хочешь найти? И что пытаешься скрыть? Моя мама умерла по твоей вине? Я не понимаю. О чем ты? Уважаемые. Сегодняшняя ситуация касается будущего Дзин Хуа. Вэнь Цин сказала мне перед смертью быть начеку с Джоан Вэнь Ченом. Нельзя допустить увольнение Вэнь Лань. А также необходимо расследовать смерть Вэнь Цин. Скажите, вам нужен такой руководитель? Готовы отдать ему Дзин Хуа? Вэнь Лань. Это все твоя вина. Берегись. Мубай. Мубай, ты очнулся? Ты в порядке? Защитить доктора Лань. Пункт 38. Используйте любую возможность, чтобы вызвать сочувствие. Больно. Где болит? Больно. Все кружится. Похоже, я умираю. Эй. Разве не голова ранена? Точно, точно. Больно. Точно. Как же болит? Больно. Поешь, и все пройдет. Почему ты так смотришь? Ошеломлена моей красотой? Спасибо. Хотя твое появление обычно доставляет лишь хлопоты. Но не сегодня. Спасибо. Спасибо. Да. Благодарите меня. Только мандаринами. Как-то поверхностно. Это не все. Я готова заплатить тебе двойную цену за имущество. И акции Цзинхуа, что ты приобрел. Устроит? Думаешь, я тебе помогаю ради денег? Я соглашусь сотрудничать с Му-группой. Не это мне нужно. Тогда что? Хочу, чтобы мы начали встречаться. Я серьезен. Я много думал об этом. Мы... Вам звонок. Вон. Господин, Му-группой присутствовал на собрании акционеров Цзинхуа. И по неизвестным причинам, доктор Лань согласилась на сотрудничество. Хотите узнать, что случилось? Не надо. Это ни к чему. Ну и что, что сотрудничают? Побеждая тот, у кого есть конечный продукт. Сестра? Как он? Рану перевязали. Но его оставили под наблюдением на два дня. Он сам виноват. А чё? Если бы я прибежал быстрее, он бы не воспользовался преимуществом. О каком преимуществе речь? Ты же сейчас заботишься о нём. Небось, он счастлив. Ладно. Прекрати его постоянно ругать. Если честно, я думаю... Возможно, он не такой плохой, как мы думали. Серьезно? Вспомни, сколько глупостей он натворил. Не прощай его только из-за того, что он тебя спас. Ладно, ладно, хватит о нём. Как там Джоан Вэн Чен? У него серьёзные проблемы. Сейчас у него большой долг. Я опубликовал новости. Теперь его кредиторы потребуют свои деньги. Он это заслужил. Зачем мне бежать? Я верну тебе деньги. Чен, у меня всё ещё есть акции Дзин Хуа. Я продам их и верну нам деньги. Тарик Джоан, твоя репутация на дне. Ты обидел мугруб. Кто согласится купить твои акции? Мне всё равно. Говори, где ты сейчас. Эй! Шушун! Роу-Роу! Шушун! Куда это вы? Пусти! Джоан Вэн Чен, посмотри, на что ты нас обрекаешь! Роу-Роу! Ты тоже оставишь папу? Папа, мы с мамой идём домой. Шушун! Довольно! Мы возвращаемся домой. Роу-Роу! Пол жизни на него угробило. Шушун! Не хочу больше страдать. Живи сам по себе. Не ищи нас. Эти фото такие уродливые. Кто их выпустил? Согласен. Посмотри на заголовок. А тут кто-то хочет отомстить мне. Ты принёс, что я просил? Ага. Быстрее. Эта сетка такая уродливая. Ничего, начальник. Есть решение. И это твой план? Ага. Разве вы не так одеваетесь? Носить бейсболку в больнице не странно? Совсем не странно. Начальник, смотрите. Идеально же. Тогда я пойду. Стой. Есть что-то, что ты мне не сказал? Начальник, в последний раз я не хотел мешать вам с госпожой. Директор купил много акций и требовал вас найти. Я сейчас не об этом. Ещё раз хорошенько подумай. Точно. Я организую новый выпуск с вашей самой красивой фотографией. И что это было в прошлый раз? Твоя команда составила паршивый план. Вайнлайн даже развелась со мной. Как? Ты мог допустить это? Попростите, это недоразумение. У нас есть козырная карта. Стратегия самоповреждения. Вы слышали, говорят. Хороший охотник часто становится добычей. Вы сейчас страдаете. И госпожа точно испытывает к вам симпатию. Когда она придёт и спросит. Мубай, как ты? Болит? Вы ответьте, везде болит. Везде. И попросите подуть на рану. У меня дела. Тебе пора. Давай, Кыш, уходи. Иди. Ну, тогда отдыхайте. Мама, почему дядя в бейсболке? Дядя, наверное, голову повредил. Идём. Не уходишь? Вали. Мубай! 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 Что такое? Рана опять болит? Мне позвать доктора? Нет. Давай подую. Лучше? Намного. Брат Му! Брат Му! Отец сказал, что тебя ранили. Я так волновалась. Я тебе бульончик приготовила, покушай. Я не голоден. Прошу, поешь. Раз за тобой есть кому приглядывать, я, пожалуй, пойду. Вэн Лань. Брат Му! Вы разве не развелись? Янь-Янь, развод это только начало. Я хочу вернуть её. Но, братик, ты мне очень нравишься. Я давно и сильно в тебя влюблена. Для меня ты лишь сестра. Ты это знаешь. Но... Нельзя заставить человека влюбиться. Прости. Вэн Лань? Вэн Лань! Жоан Ван Чен, наконец-то мы тебя нашли. Заставил нас побегать. Чен! Дай мне месяц. Я верну с процентами. Всё, отдам. Месяц? Месяц, я что, дурак? Если бы я мог вернуть, уже бы вернул. Не смей прятаться. Давай три дня. Всего три дня. Просто дай мне три дня. Обещаю, через три дня. Три дня? Бред. Умоляю тебя, трёх дней хватит. За ним. Стой! Не беги! Джоан Ван Чен, стой! Стой! А ну, стой! Притворяешься? Я тебя ещё не трогал. А ты уже в образе жертвы? Старик! 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 Быстрее! Скорую! Доктор, у меня есть надежда? У вас опухоль в лёгком. Опухоль довольно большая. Требуется операция. Иначе умрёте. Операция. Сколько стоит? Точно вам сказать не могу. Сперва надо внести залог в размере десяти тысяч. Спасибо. Не за что. Сперва надо внести. Сперва надо внести. Сперва надо внести. Алло. Роу-роу. Занята? Это папа. Папа. Зачем ответила? Клади трубку. 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 Лань-Лань. Вань-Лань. Моя доченька. Джоаман Чен, как поспел прийти? Верни деньги. Вань-Лань. Спаси меня. Спаси отца. Малышка, не фотографируйте. Не надо. Папа? Думаешь, достоин, чтобы тебя так звали? Спроси папу, прошу. Папа не хочет умирать. Опять врёшь? Нет, я серьёзно. Покажу диагноз. Довольно. Джоаман Чен, я сделала для тебя всё, что могла. Что тебе ещё нужно? Мубай, мой добрый зять, знаю, ты влюблён в мою дочь. Дай мне один миллион. Я уговорю её выйти за тебя. Джоаман Чен, молчи! Зять, прошу, спаси меня. Безнадёжный. Идём. Мубай, мой добрый зять. Джоаман Чен, ты сам это навлёк на себя. Мубай! Лань-Лань! Лань-Лань! Я договорился об операции. Не волнуйся. Спасибо. Ты опять увидел меня смущённый? Нет. Когда была маленькой, я всегда боялась Дня Матери. Потому что в классе только я была без мамы. Я писала маме письма, вкладывая в них свою любовь. Когда выросла, больше всего я стала бояться Дня Отца. Я не знаю, когда это началось. Но мой отец больше не был моим. Мама смотрит на тебя и видит, как ты повзрослела. Видит меня одинокой. Лань-Лань, я как-то читал, если руки двоих соприкоснутся, это создаёт уникальный ток. Может, попробуем? Что за глупые уловки? Нет. Давай. Ещё прогуляемся. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Начальник? У вас было странное выражение лица. Руку свело. Свело? Серьёзно? Идём в больницу. Не надо. Несерьёзно. Зачем позвал? Я пришёл спросить, есть ли прогресс между вами и госпожой? Послушай. Она взяла меня за руку. Сама взяла. Сама взяла за руку? Я хотел отпустить, но она не отпустила. Может, стоит поторопиться? Куйте железо, пока горячо. И как же? Следующий шаг – романтическое свидание для двоих. Точно, точно. Алло. Завтра свободно? У меня встреча. А после завтра? Работа. А в выходные? В выходные свободно? Поговорим позже. Я занята. В субботу вечером свободно. Начальник! Зачем опять позвал? Я что, не могу просто так позвать тебя? Ты мой родной брат. Считаю, не только моя компания. Лань уже сотрудничает с Мубаем. Я ничем не смогу помочь. Пойми. Будешь смотреть, как Мубай и Вань Лань возобновят свои отношения? Не твоё дело. У меня план. План? И какой же? Продолжи ждать? Ждать, пока они снова не поженятся? Ты не понимаешь? Они уже не сойдутся. Не зря тебя считают дураком. Ты очень наивный. Хорошо. Сейчас Вань Лань ненавидит Мубая. А что он? Они сотрудничают и значит будут видеться каждый день. Можешь ли быть уверен, что Вань Лань никогда его не простит? Подумай об этом. Ты мой родной брат. Считай наша компания. Пока эксперимент неудачен. У тебя есть шанс. Я же и так уже идеален. Мне правда нужно наряжаться в такое. Ну конечно вы должны, начальник, поймите. Это ваше первое свидание с супругой после развода. Вы должны подарить ей новые впечатления. Дать ей почувствовать новое начало. Вот это неплохо. Выглядит потрясающе. Как вам? Возьмите. Отличные брюки. Идеально подходят к пиджаку. Супер. Начальник, ваша жена будет в восторге. Ли Мин Цюань. Да? В последнее время ты усердно работаешь. Начальник, вы шутите? Напугали меня. Обалдеть. Просто фантастика. Начальник. Эти плечи, эта талия. Будто шили прямо на вас, начальник. Ли Мин Цюань. Мне кажется, это не совсем мой стиль. И цвет не нравится. Выглядит отлично. Идеально блестящий. Начальник, взгляните. Примерять одежду так хлопотно. Хорошо? Великолепно, начальник. Это, попробуйте. Это? Выглядит отлично. Нет, нет. Я устал. Возьмём. Хорошо, продавец. Заверните всё. Сынок, возьми. Жду тебя на ужин. Ли Мин Цюань. Идём. Иду, начальник. Я искала тебя, а ты здесь. Просто дела были поблизости, поэтому я пораньше. А ты сегодня отлично выглядишь. Тоже думаю, что я красивый. Ладно. Я прочитал? Ладно, ладно. Книга ведь называется «Подробное руководство по стратегии защиты доктора Лань». А что ещё он тебе сказал? Слышал, ты провёл много времени, готовясь к свиданию. Мне очень нравится здесь. Чтобы отблагодарить тебя, я просто предположу, что в книге написана правда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Хочу извиниться за всё. Недавно я понял, что люблю тебя. Я хочу снова быть с тобой. Дай мне ещё один шанс, хорошо? Прости. Я ещё не готова. Почему? Это из-за контракта? Ты недовольна? Нет. Я довольна. И сегодня, правда, был замечательный день. Но это не то, чего я хочу. Прости. Я слишком нетерпелив. Но если это вопрос времени, я подожду. Сейчас ты понимаешь, чего я действительно хочу. Но мне надо время подумать, пока я не готова ответить тебе. Вэнь Лэнь, скажи мне, чего ты хочешь? Что бы ни попросила, я это сделаю. Мубай, ко мне вернулась память. И такой я тебе нравлюсь? Что если я снова потеряю память? Тогда ты меня бросишь? Я не хочу кольцо с бриллиантом. Не просто я люблю тебя. А чувство безопасности. Начальник, завтра госпожи день рождения у вас есть? Начальник? Что случилось? Что пошло не так? Леменсюань, что такое безопасность? Безопасность? Безопасность, о которой говорила ваша жена, может, дело в том, что она не чувствует вашу искренность? Мою искренность? О чем ты? Я о том, что не надо всегда думать о себе. Подумайте в первую очередь о своей жене. Вэнь Лэнь. Доктор. Еще не закончила? Скоро начнем клинические испытания. Проверяю, что все готово. Завтра твой день рождения. Сходим к всем коллективам на ужин. Но мне... Вэнь Лэнь. Мне тебя не убедить? На доктору Хо ты не можешь отказать. Работайте. Оставлю вас. Хорошо. Эй, ты! Вэнь Лэнь, что тебе подарить? Я даже не думала об этом. Давай просто поужинаем. Точно. Я сама выберу ресторан и торт. Да, верь это мне. Не волнуйся. Хватит работать. Давай отдохнем. Идем. Давай. Я помогу. Смотри. Похоже? Идеально. Шачо опубликовал. Поздравляю, сестра Лэнь, с днем рождения. Покажи. Сестра Лэнь, с днем рождения! Лэнь, сестра Лэнь, с днем рождения! Спасибо. Спасибо всем. Стоит главным образом поблагодарить Шичу. Он все организовал. Лэнь, загадай желание и задуй свечи. Ура! Шичу, ничего не хочешь сказать? Давай! Шичу! 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 Лань, если честно, я... Продолжайте. Мне надо ответить. Простите. Что? Мубай? Вайн Лэнь. С днем рождения. Это торт. Я сделал его сам. Это... Он очень красивый. Да. Это... Не волнуйся. Там не кольцо, просто обычный подарок. Поздравляю. Подожди. Откроешь, когда я уйду? Я пошел. Это... Это слишком уродливо. Ты автор. Страшный. А по мне довольно мило. Мило? Что у нее с носом и ртом? Кто это? Лань. Это торт от Мубая? Что? На спине иероглиф Вэнь. Вэнь? Это... Это же не Вэн Лэнь, нет? Сестра Лань. Тортик довольно милый. Неплох. Ты же хотел что-то сказать. Точно. Шичу. Что ты хотел сказать? Ну, Лань, я хотел сказать... С днем рождения. И... Пусть наш эксперимент пройдет успешно. Да. Хорошо. Подальше нам. Этот тортик выглядит довольно изысканно. Кто его сделал? Похоже, что его довольно долго делали. И фигурка на Вэнь Лань похожа. Чтобы такое сделать из глазури, это впечатляет, согласны? Интересно, сколько это стоит? Ага. Не знаю. Хендмейт? Сомневаюсь. Сестра Лань. Вань Лань? Куда ты? Мубай. Почему ты здесь? Этот кулон? Он от Джоан Ван Ченя. Он знал про твой день рождения. Хотел поздравить. Сказал, что кулон твоей матери. Ты носила его, когда была совсем крохой. Мубай. Спасибо. Мне нравится этот подарок. Точно. Когда я виделся с Джоан Ван Ченем, то совсем не узнал его. Помоги надеть. Хорошо. Готово. Готово. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. Спасибо. Доктор Хо. Все интересующие вопросы задавай доктору Лань. Слышала. Клинические испытания начнёшь на следующей неделе. Я здесь, чтобы проверить готовность. Ачу. Да. Расскажи в деталях о нашем прогрессе. Мне пора. Какое совпадение, сестрёнка. Ты настойчивая. Столько ждать меня. Госпожа Лин, у тебя красивый кулон. Не скажи ты, я бы и не заметила, что у тебя такой же. Тебе его тоже брат Му подарил? Да. Какое совпадение. Интересно, а где сделан твой? О чём ты? Мне дал его брат Му. Ты не знала? Этот кулон в молодости моя мама сделала вручную. На нём даже выгравировано моё имя. Твой брат Му такой заботливый. Подарил тебе кулон с именем моей мамы на нём. Здравствуйте. Вайн Лань в лаборатории? Господин Му, доктор Лань и Шучу ушли. Такой красивый. Идём он, парень-сестры Лань. Братик. Почему ты здесь? Что это за кулон? Ли Минсюань, что там у тебя? Ничего. Дай-ка сюда. Это фото попросил начальник. Сейчас же покажи мне. Это просто фото. Брат Му! Начальник! Я заберу фото. Потом верну. Говори правду. Братик, мне просто очень понравился кулон у вайн-лайн. Поэтому купила такой же... Янь-Янь, последний раз говорю. Не лезь кулон у вайн-лайн. Братик, я всё объясню. Если это повторится, мы не сможем быть друзьями. Эксперимент скоро закончится. Да. Но я всё ещё волнуюсь. Не стоит. Твоя мама много работала. А ты довела её разработки до идеала. Уверен, мы сможем добиться успеха. За тебя. За тебя. Берегите себя. О, прошу, сюда. Мубай, докучал тебе? Зачем вспоминаешь о нём? Боюсь, он опять хочет обмануть тебя. Мубай, милый, навязчивый, нарцисс. Как меня может обмануть этот придурок? Лань, вообще-то я хотел тебе сказать, ты мне нравишься. Мубай, хотя ты злишь меня, Кажется, я Люблю тебя. Мубай, милый, навязчивый, нарцисс. Как меня может обмануть этот придурок? Мубай, я думаю, я не хочу обмануться. Как я должен thought of this? я в порядке уже поздно возвращайся ладно будь осторожна онлайн ты правда ненавидишь меня онлайн онлайн мобай что ты здесь делаешь спасибо что ты тут делаешь погода хорошая я гулял и это ты называешь хорошей погодой но сперва была довольно хорошей что за ерунду ты несешь как сюда попал где лимин сень вань лань я не знал что я не сделала такой же кулон пришел извиниться за нее не надо ее трюки со мной не пройдут хорошо почему такой горячий у тебя жар холодно в онлайн ты же ненавидишь меня до сумасшедший я за лекарством хочу воды хорошо принесу кстати я позвонила лимин сю аню он скоро приедет алло начальник скоро буду исчезни вот выпей горячая вода что такое мне холодно скажу ли мин сю аню отвезти тебя в больницу не надо полежу и все пройдет холодно хорошо сделаем как ты хочешь уже поздно я пойду спать пока куда ты в соседнюю комнату а ты отдыхай уже как горло болит помоги мне а ты не переигрываешь в онлайн мне одному скучно можешь остаться поговорим ладно хорошо я побуду с тобой недолго но не трогай меня в онлайн я не хочу на тебя давить просто хочу сказать что не могу себя контролировать я хочу каждый день смотреть только на тебя не говори нет я должен раньше мои слова причиняли тебе боль я огорчал тебя но на самом деле я не хотел тебя отпускать я никогда не думал что мы разведемся с тобой но я не хотел тебе проиграть теперь я понимаю свое сердце я хочу снова быть с тобой я люблю тебя дай мне еще один шанс хорошо раз ты это сказал я понаблюдаю за тобой согласна нет забудь сестра лайн скорее в лабораторию у нас проблемы что случилось проблемы с экспериментом быстрее быстрее иди иди же иди давай давай вайн лайн ты мне нравишься я давно хотел тебе сказать что ты мне нравишься я думал что сказать ты мне нравишься легко но сказать это тебе очень сложно ты дашь мне шанс шичу ты для меня лишь брат но может ты передумаешь мубай ждет меня лань я давно все понимал просто я сегодня хотел признаться если мубай обещает что не обидит тебя то я желаю вам счастья шичу шичу что там не вышло будь к ней добр вайн лайн шичу сказал эксперимент провалился ты в порядке минутку алло господин Джоан Вэнь Чэнь умирает поторопитесь госпожа вайн лайн да это я Джоан Вэнь Чэнь просил это вам передать лайн лайн я хочу извиниться перед тобой мне стыдно говорить тебе это лично поэтому я написал после того как мне поставили диагноз я много размышлял я понял что совершил много того что причинило тебе боль но в конце концов только ты и мубай позаботились обо мне не смею надеяться что ты простишь меня я сам виноват винить других я не смею хотя твоя мама умерла не из-за меня я несу ответственность за все случившееся я из-за своей непомерной гордыни поддался на уговоры шитай и я тайно за спиной твоей мамы уничтожил исследование твоего дяди это привело к их переутомлению и они заболели знаю я никто но с тех пор как умерла твоя мама всякий раз видя тебя я вспоминаю как ничего не имея женился на ней поэтому я всегда был холоден к тебе делал все чтобы ты держалась подальше от меня чтобы я мог обрести покой я эгоист я никогда не прощу себя если операция окажется неудачной прошу не грусти по мне прости я не достоин быть твоим отцом и а а почему почему он поступил неправильно А в конце концов, разбитое сердце у меня. Всё будет хорошо. Ладно, ладно. Я ожидал, что ты не станешь помогать. А соберёшься и уйдёшь. Моё решение не проблема. Ты просто позволил Мубаю и Вайнлайн сойтись. Бесполезный. Что я сделал не так? Я старался изо всех сил. Сказал, не сидеть сложа руки, я старался. И каков результат? Я не уподоблюсь тебе и отцу. И не стану использовать грязные методы. Шучу. Компания пять лет, целых пять лет работала над этим проектом. Мы в него вложили всё. Мы не можем проиграть. Хорошо. Не хочешь загубить эксперимент. Понимаю. Не хочешь вмешиваться в борьбу с Шата и Му. И это я понимаю. Тогда скажи. Где сейчас Уэн Сюань? Не скажу. Я пришёл сказать, если хочешь победить Мубая, побеждай честно. Не играй, грязная. Не позорь меня. Доктор, как отец? Всё хорошо. Жизнь у не опасности. Здорово. Он в порядке. Хорошо. Ваш дядя, мой дядя. Дом престарелых Ченбэй. Хорошо. Можете доверить это мне. Пока. Испугала. Словно призрак. Подкралась так тихо. Где братик Му? У себя? Начальник пошёл обсуждать сотрудничество. Сотрудничество? Он наверняка пошёл к Вейнлайн. Я всегда думала, что ненавижу его. Ведь он обидел мою маму. Но... Если бы он умер, мне было бы грустно. Я боялась, что он и правда умрёт. Не думай об этом. Он изменился. Попытайся принять его. Спасибо тебе, что был со мной. Что тут сказать? Кстати, когда Шичу позвал меня в лабораторию, проблем никаких не было. Он просто... Он тебе признался? И что ты ответила? Сказала... Что меня ждёт Мо Бай. Правда? Господин Мо, вы ещё не прошли испытательный срок. Госпожа Янь-Янь. Вы... из Шитай? Генеральный директор Шитай. Ши Сюнь. Чего тебе? Хотел бы обсудить с тобой сотрудничество. Сотрудничество? Поговорим. Янь-Янь. Слышал. Ты восхищаешься Мо Баем? А тебе-то что? Если кое-что сделай, то отношение между Вайн-Ланем и Мо Баем испортится. Ты же не попросишь украсть данные эксперимента? Если да, я не могу. Разве я могу просить о такой глупости? Тогда чего ты хочешь? Ты знаешь Уэнь-Сюань? Дядя Ван Лань. Первый испытываю. Уэнь-Сюань? Ваш дядя, мой дядя. Дом престарелых Ченбэй? Хорошо, можете доверить это мне. Тебе просто надо сказать, где сейчас Уэнь-Сюань. И всё. Мечтай. Янь-Янь, я надеюсь, ты хорошо подумаешь. То важнее, эксперимент или твой братик. Доктор Лань, если нет доказательств, тогда не тратьте время зря. Нужны доказательства? Так. ТЕЛЬНАЯ ДАЦИЯ Продолжение следует... доктор лайн доктор лайн здравствуйте почему вы остановили эксперимент ходят слухи что вы не можете завершить эксперимент это так у нас возникли некоторые трудности но не волнуйтесь вскоре они будут решены и как скоро когда начнутся клинические испытания на данный момент мы ищем подходящих для испытания пациентов правда проблему с препаратом или с пациентами похоже у доктора лайн проблемы если хочешь я готов помочь господин ши хотите помочь а вот и господин му господин му прокомментируйте господин му не стоит так реагировать я всего лишь хочу помочь генетический проект доктора лайн это ключевой проект шитай конечно я должен помочь похоже ты позабыл что основной инвестор я и реализация проекта это сугубо мое дело причем тут и простите я забыл вам рассказать недавно мой отец сказал что госпожа ван цинь подписала соглашение о передаче патента на исследование генов шитай уже несколько лет назад что патент передали да а это значит любые результаты вашего исследования принадлежат моей компании доктор лайн взяв на себя исследование не может сотрудничать ни с кем кроме шитай как это возможно моя мама не могла подписать что-то подобное контракте все прописано доктор лайн что вы можете сказать простите у нас дела и что нам делать я слышала шитая обратились к адвокату что не может быть уверена что контракт не подписан войн цин никогда бы так не поступила кто знает молчи давай работать ваше вино что за контракт ты давно не был дома и стал таким грубым прекращай этот цирк я хочу знать правду правду в том что ван цинь подписала контракт о передаче патента как это возможно отец только раз пытался договориться о сотрудничестве но замолчи опять лаборатория опять это доктор лань шичу ты забыл свою фамилию я не хочу чтобы ты вредил людям это ты стоишь за инцидентом в доме престарелых уходи так это и правда ты не заставляй выгонять себя и ты меня разочаровал считаю практически владеет патентом что будем делать это важное сотрудничество и ты подписал контракт не изучив все детали потратили столько времени и выбросили вы ему денег на ветер и вот считаю удалось нас обойти ты должен взять на себя ответственность дядя вы полностью поддерживали наше сотрудничество дзин хуа а когда появились проблемы делаете из меня козла отпущения подозреваю что сотрудничество дзин хуа самого начала было мошенничеством ты просто хотел угодить жене злоупотреблял властью достоин ли ты оставаться председателем дядя раньше я считал тебя жалким и не думал что ты путаешь черное с белым в этом вопросе вы настоящий эксперт молча послушай если не решишь проблемы готовься оставить пост прости из-за меня у тебя проблемы уверены директора недовольны я бы давно потерял компанию если вы меня пугали такие трудности и еще не уговаривай меня не вмешиваться это моя прямая обязанность исследование это мамин тяжелый труд если бы она знала она была бы разочарована мной нет ты большая молодец нет если твоя мама давно подписала контракт считай почему что то и пыталась использовать твоего отца и мне это непонятно но отказ мамы сотрудничать считай тогда освещали все сми значит с контрактом что-то не то если твой отец сделал так много для считай он должен знать подноготную большое всем спасибо за участие в пресс-конференции я хочу рассказать о считаю группу и поговорить о плане развития нашей компании исследование доктора лайн по считаю действительно первоклассная компания и даже ваши навыки подделки первоклассны доктор лань клевета юридически наказуемое деяние у меня есть доказательства господин ши вы знаете что проектом занималась не только моя мама конечно но какое это имеет отношение к вашему обвинению в клевете проект исследования генетических заболеваний это совместная работа моей мамы и моего дяди поэтому при подаче заявки на патент они делали это совместно согласно регламенту когда число заявителей на патент два или более человек передача должна быть также одобрена обоими заявителями господин ши документ в твоих руках подписан только доктором ван син так у вас нет доказательств почему мы должны вам верить у меня на руках соглашение подписанная ван син а твой дядя пускай заявит претензии на патент доктор лань не имея доказательств не тратьте здесь ни свое ни наше время нужны доказательства у меня они есть доктор вэн сегодня очнулся это доктор вэнь дядя доктор вань очнулся когда это нет не может быть лет точно собираешься сказать что ты сделал ему инъекцию с реагентом уничтожающим данные так прости но ты опоздал как дядя все хорошо есть проблемы с жизненными показателями сестра прости я плохо заботился о дяде хочу клинический эксперимент прошел успешно дядя вы хотите что-нибудь сказать тогда большинство пациентов дзенхо были на мое имя и на имя ван син включая патент на исследование генетических заболеваний обсуждаем их сейчас дядя позвольте взять это заявка на патент господин ши посмотрите внимательно ваше соглашение с моей матерью так называемая передача патента теперь просто клочок бумаги значит контракт между доктором вэн цинь и шитай не действителен прошу вас послушать эту запись здравствуйте я джоан ван чан муж вэн цин все времена когда шитай хотела сотрудничать с вэн цин в исследовании генетических заболеваний она им отказала они подкупили меня я заменил реагенты и уничтожил экспериментальные данные у меня тогда не было работы я был крошечным акционером дзенхоа бедность заставила меня принять предложение шитай я предал дзенхоа предал вэн цин мне очень жаль вэн лайн папа сожалеет я не знаю как тебе удалось заставить маму подписать соглашение но моя мама никогда не собиралась сотрудничать считай сейчас уж и все они много дел зло никогда не победит он получил по заслугам спасибо тебе что ты был все это время рядом без тебя я не смогла бы быть такой храбрый и как планируешь отблагодарить меня что негодник лимен циане что это генеральный директор изменит свою судьбу используя это руководство по очарованию доктора лань горячий бестселлер продано более ста тысяч копий это потрясающе вэн лайн выслушай меня я искренне с тобой это руководство не объясняй алла чего так долго много работы сейчас пущусь жду тебя почему ты здесь это все из-за тебя я все потерял говори где все данные ши сюань твои действия незаконны ты понимаешь ерунда не передашь данные и сегодня не уйдешь отсюда живой вэн лайн ну бай не подходи успокойся лучше возьми меня в заложники ты вовремя ни один из вас не уйдет отсюда живым ши сюань я скажу где данные где сзади сзади в шкафу сзади в шкафу шаус ну бай ты в порядке как разве не круто ну бай ну бай что с тобой ну бай ну бай очнись ну бай ну бай не пугай меня ну бай очнись время так быстро летит когда мы поженились я чувствовала что она так медленно тянется но недавно столько всего случилось и я почувствовала что время быстротечна госпожа я выйду ненадолго послушайте вы должны поскорее очнуться я приложил столько усилий чтобы помочь вам вернуть госпожу если вы не очнетесь госпожу заберет этот негодяй шичу не посмеет мобай 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 пусть и пусть и пусть и же хотите пить как ты меня назвал мобай начальник позову госпожу подожди подожди помоги мне мобай мобай ты в порядке мобай что наконец-то ты очнулся кто ты госпожа начальник ничего не помнит что я вайнлайн не помнишь меня я вайнлайн привет я должен вас знать начальник похоже вы потеряли память да где я мобай я твоя жена я вайнлайн помнишь меня я вайнлайн вайнлайн госпожа я позову доктора мобай попей воды давай сделаю тебе массаж ладно что такое больно больно значит все целое прости прости я был неправ неправ в чем неправ надо было притворяться что не помню осмелись еще обмануть нет прости я больше не буду обманывать даже если забуду себя я никогда не забуду тебя хорошо я пациент мобай я очень волновалась я в порядке давай снова поженимся начальник нервничаете не нервничаю пуговица не застегнута невеста идет красавица красотка фанат Я тебе свою дочь. Ага. Вайнлайн, когда ты увидишь это видео, ты должна быть на свадьбе. Я верю, что там будет много гостей. Я хочу сказать всем, я, Мубай, сделал самую правильную вещь в жизни. Это снова женился на тебе. Я тот, кто с детства не знает неудач. Легко получающий желаемое. Когда я увидел тебя впервые, то подумал, что ты влюбишься в меня. А когда ты ушла, я думал, что ты обязательно вернешься. Благодаря тебе я знаю, какова на вкус неудача. Благодаря тебе я понял, что в этом мире не все дается легко. Если ты чего-то хочешь, ты должен бороться. К счастью, ты наконец-то вернулась ко мне. Я люблю тебя, моя жена. Так мило. Здорово. Чего смеешься? Счастлива? Слушай, Ли Мин Сюань составил для тебя это руководство? Конечно, нет. Это все мои знания и выводы. Правда? Тогда расскажи мне все. Слушай, Ли Мин Сюань. Ли Мин Сюань. Ли Мин Сюань. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok